Так, ну все, теперь заводим машинку. Поехали. Тут произошел небольшой казус. Сейчас развернусь, расскажу. Так, все. В общем, все прошло удачно. Я ожидал худшего, в смысле не худшего, а сложнее, что будет. То есть я буду где-то искать, мотаться от деревни к деревне. Нет, все нормально. А единственный прикол был в том, сейчас я подключу себе меню. Так, я свое, чтобы не петлять, если что. Но тут и петлять-то негде. Так, подключил, все, поехали. Так, сколько? 17 километров, 20 минут. Отлично, все. И не заметим, когда мы приедем. Через 10 минут будем там. Так вот, дело в том, что да, я нашел этот дом, вы видели. Отключил камеру. Ну, я же не даром вам сказал, что чревато. И точно. Я подошел к дому. Написано, что это тот дом. Тот дом, все правильно. Но во дворе злая собака. Кусучая. Бисигигунт. Кусучая собака. Я как раз не мечтал встречаться с кусучими собаками. И, как бы, смотрю, на калитке нет звонка. Я думаю, кричать, это глупо. Стоять, кричать. Как я буду кричать? Дорис, Дорис. Э-э-э, есть кто-нибудь дома? Есть емэнцугаузы? Ну, нет. Я решил отправиться назад за машиной. И Так, 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 сейчас нам разве... Нет, так. Не потеряться нам сейчас здесь. Так, нам надо... Секунду. Сейчас прямо поехать, а потом повернуть где-то направо. Секундочку. Вот этот съезд направо. Короче, я пошел за машиной. И тут из этого большого дома высыпала целая куча людей. Ну, то есть мужик какой-то, рядом с ним подросток, потом девушка, ее парень, скорее всего, такие вот... Ну и ко мне Здравствуйте! Могу ли я быть вам полезен? Ага. Я говорю, да, вы можете. Дело в том, что я вот ищу вот тут эту Дорис, а там звонка нет. Ну, как нет звонка? Есть звонок. Я говорю, ну, я не нашел. Ну, пойдемте. Пошли. Все меня сопровождают. Думаю, это что-то странное. Вот. И, короче говоря, стоит этот Дорис там и что-то махает. А, я гну, все, спасибо, вот она, она. Я объяснил цель своего визита. Ну, ладно, подошел к ней. Она говорит, вы за часами? Я гну, да, я за часами. А мне сказали, вы здесь что-то снимаете? Я гну это, я приват для себя. Ага, ладно. То есть, уже телефонные звонки пошли. Небольшую панику я тут посеял. Ну, камера, я говорю, то ли дело у меня была моя старая, которая выглядела как мобильник. Хотя на мобильник сейчас можно вполне хорошо скрытно снимать и все. Вот. Ну, неважно. У нее с собой был кошелечек. Я отдал ей 10. Она отдала мне. два. Вот. Я сказал спасибо. Она сказала, пожалуйста. Я развернулся и поехали мы с вами домой. Вот. Такое маленькое приключение. То есть, ребята, это то, о чем я вам говорил. То есть, народ все равно настороже, особенно на хуторах, мало ли чего. Вот. Подозрительные люди хоть что-то тут снимают. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, наверное, оправданно. Я не знаю. Но согласитесь, что поездочка была очень такая живописная тоже, хорошая. И поэтому, я думаю, я правильно поступил, все, не заставил ее тут посылать у нее. Хотя, это сэкономило, наверное, бы мне бензин и время, но вы бы не увидели. я поехал по большому счету для нас, для нас, потому что мне тоже интересно в этом районе, и дальше этого замка я не был. Поэтому, почему бы нет. Вот благодаря этим поездкам я теперь разбираюсь, где, какое направление. уже могу сориентироваться быстро, что немаловажно. в том месте, где я прожил 20 лет, я там очень хорошо ориентировался, и этого мне здесь не хватало. Все незнакомые названия, незнакомые направления, где, что. Теперь я многих знаю направления, в многих городках уже побывал, и я думаю, мы с вами еще поездим, не так ли? Мануфактура. На самом деле, там какие-то продукты. Это тоже мануфактура. Мануфактура, в моем понятии, это, ну, какая-то фабрика мануфактурная, да? Ткань там, или еще чего-нибудь. Все. Так что, ухи держат востро, господа немцы. Все. Теперь мы добавим скорость немного. Ну, с другой стороны, понимаете, это, ну, я не знаю, все равно, это деревенские люди, да, и жить рядом, ну, постоянно навозом прет. То есть, для меня, как бы, я приехал сюда, я хочу дышать воздухом, но не навозом, а здесь, ну, открытый этот хлев, да, и в нем это стоят эти бедолаги. Ну, не знаю. У каждого своя стезя. Обычно это, ну, я вам скажу, семейные предприятия, то есть, от отца к сыну, от сына к следующему, сыну, внуку, там, и так далее. Передается, потому что, зачем бегать по городам, искать работу, жить в какой-то квартирке небольшой, да, там, с соседями, они привыкли, у них, как минимум, пара лошадей, скорее всего, стоит, а здесь, в деревнях, у них особый стиль жизни в этом плане от городского отличен тем, что они очень крепко друг за друга держатся, и чтобы не скучать, они создают всякие праздники, вот, насколько я знаю, такие мелкие праздники местного разлива, ну, кроме того, что существуют общественные, вот сегодня праздник, допустим, да, религиозный, они создают свои, какие-нибудь посиделки, то есть, кончаются они посиделками, я вам скажу так, что, допустим, в качестве примера, я вам приведу, рядом, здесь, недалеко, ну, за 100 километров, один фермер организовал праздник Вильтвест, так, вот, кстати, этот замок, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, ну, я говорю, он скорее закрыт, ворота закрыты, хотя, ребят, я просто сейчас заеду, покажу вам поближе, чуть-чуть, если ворота не закрыты, мы еще сможем сюда попасть, так, назад, 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 он может не работать, как сам этот шлосс, замок, но могут быть открыты, различные ворота, сейчас посмотрим, открыты ли ворота, это церковь, это понятно, что она открыта, церковь все равно, так, пошли, поглянем, так, такой верх висит, ну, то, что нам надо, открытая, а главного народа немного, отлично, в сам замок мы не попадем, это понятно уже, но, вот в окрестностях мы с вами посмотрим, это тупо на раму, так, это нам повезло, ребята, что я решился, я рискнул, так, вот давайте вот так посмотрим, сначала сделаем маленький, панорамка, осмотр, Продолжение следует...